Победа Выходим всем рекордам, Нашим тонкие дать имена! Дерзкий путь на верх сложен, Лидерам сегодня трудно! Знаем, победить сможем, Если совершим чудо! Занят ли вокруг люди, Теперь заигра метели! Дерзкий путь будет, Найти близкие цели! Мы верим твердо героям спорта, Нам победа, как в гостях прошла! Выходим всем рекордам, Нашим тонкие дать имена! Выходим всем рекордам, Нашим тонкие дать имена! Сегодня на стадионе Металист, Это старое традиционное название, Сейчас это называется спортивная база ЦСКА, Раньше стадион назывался Металист, Поэтому здесь сегодня начинается кубок памяти Павла Степановича Нахимова, Посвященный 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 годов. Я считаю, что это событие очень символичное для Севастополя. Почему Крымская война? Потому что, как это не парадоксально, Впервые в это время, во время Крымской войны, Был сыгран на российской земле первый регбийный мяч. Матч, извините. Но, правда, сыграли его так называемые оккупанты, То есть команды Англии и Франции встречались как раз под балаклавой После своей высадки, во время боевых действий. Но, тем не менее, это для нас, для людей, любящих регби, Очень важное и знаковое событие. Поэтому я считаю, что Севастополь здесь как раз, Ну, как и во многих других вещах впереди всей России, Даже регби и то пошло от Севастополя. Так, наверное, можно сказать. Вот. Поэтому этот турнир, я считаю, достаточно знаковое событие. Этот турнир состоит из, ну, так скажем, двух форматов соревнований. Первый формат – это так называемый мини-формат Регби-9. Пять команд у нас участвуют. Но 8-го числа у нас будет матч сборной Севастополя, Сборная Ростова-на-Дону. По полному формату. Виктору Николаевичу дал исчерпывающую информацию о турнире. Поэтому, с моей стороны, я хочу пожелать всем участникам Крепкого духа, боевого настроения и красивой зрелищной игры для зрителей. И для себя, чтобы они получили удовольствие. Также хочу поблагодарить ребят из города Ростова-на-Дону. Руководство их. Они не в первый раз к нам приезжают, и мы очень благодарны им за это. Также хочу поблагодарить руководство города Севастополя, Управление по делам молодежи и спорта. Всем удачи! Ну, проект «Патриоты» существует с 2006 года. То есть, мы раньше участвовали в чемпионатах Украины. Сейчас мы пробуем в российских чемпионатах играть, так как свершилась наша светлая будущая мечта. И на сегодняшний день у нас три человека со старого состава осталось. Так, в основном, ребята все обмолодились. Новички, в основном, попробуем перед чемпионатом России. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, Становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как сталь Опять закаляется Родина сталь. Поприветствуем аплодисментами наших спортсменов в этом слове. Громче, громче, друзья. Поднимаем Россию знамя. Россия, Россия. Вот они, наши настоящие герои. Молодые, красавцы, спортсмены. Победы пламя. Поднимаем Россию знамя. Пусть время нас бурным потоком несет. За нами Россия. Друзья, они смолкают аплодисменты. Традиции святы. И приветствуем также наших судей. Судей нашего матча. Наших побед. А если врагов налетит воронье, И снова Отечество встретит мое. Равнение на государственный флаг Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава. Россия, любимая наша страна. Благодаря Бога, великая слава, Дает настояние во всех временах. Церковые наши. Славься, любимая наша страна. Славься, любимая наша страна. Русские народы. Славься, любимая наша страна. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. В 3 часа в 15.00 на наш стадион мы планируем очень серьезную программу со зрителями. Субтитры подогнали Симон. За это время они должны либо приземлить попытку, либо максимально продвинуться на половину поля соперника. Команда защищающаяся останавливает игрока, валит его на землю, в общем, всячески мешает проходу на свою территорию игрока с ничью. После захвата звучит команда «Захват», игрок останавливается и разыгрывает мяч. Вот сейчас как раз произошел очередной захват, и игрок разыгрывает мяч, и следующая атака. Команда «Патриот» и команда «Летучий голландец» имеют очень серьезную историю противостояния. Это команды, которые постоянно оспаривают первенство в Севастополе. Прозвучал звисток, игрок потерял контроль над мячом, поэтому мяч переходит к команде «Летучий голландец». Андрей Волков, судья всероссийской категории, еще раз напоминаю, объясняет тонкости этого игрового момента. И теперь мы видим, что атаку проводит сейчас команда «Летучий голландец». Они с мячом. Игрок с мячом должен пересечь линию ворот и приземлить мяч в любом месте, по центру ворот, с краю, в любом месте, где он пересекает эту линию ворот. В этом случае команда получает 4 очка и, соответственно, возможность пробить поворотом, провести так называемую реализацию. Вот сейчас был неточный пас, неудобно двигаться, можно поскользнуться, то есть скользко, но хорошо то, что не так жестко падает. Порвать линию, вот сейчас за него. Водят на дистанцию и сейчас будут приземлять мяч в зачетном поле «Летучего голландца». Итак, счет открыт. Как вы, наверное, уже успели заметить, основные прорывы в регби проходят, как правило, по краям. Атакующая команда пытается создать численное преимущество и выводит, как скажем, свободного игрока в прорыв. «Летучего голландца» было потеря контроля над мячом и вот сейчас первая атака. Александр Малявский с мячом, хороший проход он провел. Надо сказать, что в этой команде два брата Малявских играют, Александр и Павел. Павел является капитаном команды «Летучий голландец». Вот сейчас мы видим, что хорошая атака, но «Патриоты» на чеку, им удается защищаться и прорыва пока не видно. «Летучего голландца» «Летучий голландец» продвигаются метров на 30, наверное, по ходу движения, пасуя друг другу. Периодам надо играть более дисциплинированно и не нарушать правила, чтобы, ну, что называется, не играть против себя. Как вы видите, игра достаточно жесткая, игра требует серьезных усилий. Здесь нужно и быстро бегать, и быть сильным, для того, чтобы останавливать игроков, захватывать. Здесь нужна парковская подготовка. Ну и, конечно, нужно развивать в себе умение видеть поле, игровые качества, которые присущи игрокам, именно игровых видов спорта. Хороший был проход у «Патриотов». Преимущество на поле, но увидим сейчас, смогут ли воспользоваться этим игроки из команды «Патриот». Мяч у «Летучего голландца». Александр Синичкин был с мячом, быстрый розыгрыш, и пытается, пытается уйти. Сибурь! Сюда! 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 Направо! Сюда! Сибурь! Вот, хорошо! Но вот, к сожалению, была неудачная ловля мяча. Малявский отдаёт пас своему брату, он вырывается вперёд, его сбивает, но он поднимается на ноги, отдаёт пас, и... И попытка. Летучий голландец приземляет очередную попытку. А болельщики «Летучего голландца», наверное, хотят поддержать свою команду. Болельщики «Летучего голландца» есть на трибуне? Так, болельщики «Летучего голландца» есть. Болельщики «Патриотов» есть на трибуне? Да! Так, болельщики «Патриотов» не меньше, и болеют они за свою команду тоже достаточно интенсивно. Вот это, как раз, видите, помогло сейчас «Патриотам». Летучего голландца сгробнул, потерял мяч, и мячом овладели игроки в красно-белой форме. Сейчас у них шесть атак, они находятся на 40 метрах от линии ворота. У них есть все шансы. Только болельщики «Патриотов» начали поддерживать свою команду, сразу же, сразу же «Патриоты» приземлили попытку. И счет становится 10-10! Удачная реализация поворотов! Ходить вперед! А болельщики «Летучего голландца» должны понимать, что от того, как они поддерживают... Удар, который сейчас был выполнен, он непростой. Это так называемый «дроп-гол». Это удар с обстока. Вот сейчас мы видим, что был неудачный обсток. Сыграй! Так, и вот мы видим, что после серии нарушений мячом обладел «Летучий голландец». Но мы видим, что «Патриот» не сдается. Мяч перехватил. По-моему, это Алексей Смоленский. Приземляет ровно по центру. Сам же собирается сейчас пробить поворотом. А я напоминаю, что счет 16-14 случился как раз без поддержки болельщиков «Патриотов». Поэтому сейчас мяч у «Патриотов». Им нужна поддержка зрителей. И поддерживали белых. И посмотрите, ребята вырываются. Вырываются на попытку. И приземляют мяч как раз за черт. С той же эстрадного вокала «Новация», а также группа поддержки «Черноморец». «Ура, ура, ура, ура!» Спорный момент был. Нет, 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 вон он там. За черт мы сможем. На проблеме. Путей ты всей сможешь пройти. Эй, групп, с ними не рады. Будущие за нами. Милен счастливых людей. С ними тебе по пути. Мы с тобой живем на трогой. Богом храним о земле. На удел порождая волны. Заполняя пустоты морей. Вспомни подвиг деда пресмертный. Честь и память о прошлом храни. И восклисится влаг трехцветный. Ты держи его, не урани. Эй, групп, с ними не рады. Будуешь все своими руками. В нашей жизни так много путей. Ты всей сможешь пройти. Эй, групп, с ними не рады. Будущие за нами. Миллионы счастливых людей. С ними тебе по пути. Все гады, рассветы, поят света лето. Россия, ты центр огромной планеты. Везде цвета сенний, пушкин и сенний. Все то, чем сердцу нельзя не согреться. И глядя вперед, развлекая границы. К новым вершинам ты должен стремиться. Придет с нами мощь, придет с нами сила. Мы вместе страна, мы вместе Россия. Команде победников наш привет! Длителям наш привет! А мы благодарим студию, вокальную студию «Смайл» городского центра социальных и спортивных программ, где руководители... И вот мы видим, что ростовские спортсмены нашли здесь своих болельщиков, которые поддерживают их даже с музыкальными инструментами. Мяч у «Витязей». Они разыгрывают. Пока не удается как-то наладить игру. Видимо, ребята здесь в ожидании своих... Извините, из команды «Кристалл». Сейчас они с мячом. И вот Петр Малютов в захвате сейчас остановил игрока из Ростова-на-Дону. Да, и вот мы видим, что ребята из «Витязя» защищаются. Им нужна, конечно, им нужна поддержка своих болельщиков. В упорной борьбе... В упорной борьбе, но все-таки ростовским спортсменам удается приземлить первую попытку и заработать четыре очка. Мы на земле искали ранее, И он так будто был немыслимо далек. Отдань его рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Отдань его рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Мы до них добраться не сумели Левый, левый, левый берег дона Пляжный чайник в леске у затона Рядом, рядом омуты немели Мы до них добраться не сумели Что ты смотришь, не пойму Скорее прыгай на корму Как катеров, ну что ж ты, велику прирост Ты сам, конечно, не ахни, но поскорей за тарахи И пусть консина бросит с 300 девочек Ты сам, конечно, не ахни, но поскорей за тарахи И пусть консина бросит с 300 девочек Все вместе! Левый, левый, левый берег дона Пляжный чайник в леске у затона Рядом, рядом омуты немели Мы таких добраться не сумели Левый, левый, левый берег дона Пляжи, чайки, плёсные у затона Рядом, рядом мы приимели Мы таких добраться не сумели На шею носи вдвоём Мы тихо-тихо поплывём На каждом спуске усыпая каждый дом Огни причалов, а потом Ростов растает за бортом И мы на самой дали и не сойдём Огни причалов, а потом Ростов растает за бортом И мы на самой дали и не сойдём Левый, левый берег дона Пляжи, чайки, плёсные у затона Рядом, рядом мы приимели Мы таких добраться не сумели Левый, левый берег дона Пляжи, чайки, плёсные у затона Рядом, рядом мы приимели Мы таких добраться не сумели Мы на них добраться не сумели 50% благодаря Виктору и тем, кто его поддерживал здесь Спасибо вам, ребята Да, счет 12-0 так и остается На бутынах На бутынах На бутынах ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры создавал DimaTorzok